Всем привет, я Фарис Мамедов, и вы смотрите Твой интерьер на FM Live. Сегодня у нас обзор очень светлой, просторной трехкомнатной квартиры с двумя уборными и панорамными окнами. Интересно? Не переключайтесь. У нас в основном трещина почему-то в холле. И это было ужасно, потому что... У меня братишка здесь футболу гоняет. Зачем мы купили тогда такую люстру, которая не светит? Это будет непрактично и так далее. Алло, это телевидение. Всем привет, добро пожаловать ко мне в гости. Вы когда въезжали в эту квартиру, здесь уже был ремонт или же вы делали все под себя? То есть вы первые жильцы здесь? Да, мы первые жильцы, здесь все делали под себя. И все было черновое, никого не нанимали, все сами. А ремонт тоже? Работы все тоже сами делали? Нет, нет, работу мы нанимали в бригаду. А именно уже интерьер? Интерьер, все то, что мы делали, выбирали, подбирали, все цвета, все. То есть интерьер полностью ваш? Да. Никакого дизайн-проекта здесь не было, все делалось под себя, на свое усмотрение. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься по жизни, работаешь, учишься, ну, чтобы люди понимали, с кем ведут беседу. Я работаю ассистентом в международной организации, живу с родителями и с братишкой. Хорошо. Ну, поехали, тогда идем по порядку. Мы сейчас в прихожей, то есть это даже не прихожая, это скорее какой-то холл, потому что он очень большой, очень просторный, сразу много воздуха. Я когда зашел, даже немножечко опешил. Это очень непривычно, потому что, как правило, на прихожую уделяют очень мало места, ее заставляют шкафами, делают гардеробные и так далее, а здесь прям реально очень просторно. Пойдем по порядку, что, откуда, где покупалось, как делалось и так далее. Ну, у нас мебель вообще практически везде абсолютно, это икея. Вот этот диван только у нас из-за этого мы заказывали. Сами подбирали цвет. Там какое-то есть место хранения внутри? Нет, нет, это он просто обычный, да. Родители решили его сделать, потому что, чтобы им там было легко одеваться, сюда что-нибудь можно скидывать, когда приходишь. Голосница из икеи, да? Да, это все икея. У нас тоже такая стоит, очень-то все удобно. Вот здесь вот у нас для ключей специальные. Кстати, вот я вижу трещинки, да? Да, это трещина. У нас в основном трещина почему-то в холле здесь. Это из-за того, что дом дает усадку, правильно? Да, скорее всего. Ну, мы сюда, получается, заехали в 2016-м, пока ремонт, где-то ремонт был месяцев 5, что ли, и в августе 2016-м мы уже сюда заехали. А сколько ушло денег на ремонт? В общем, получается, на мебель плюс ремонт со всем вот этим вот это вышло 30 тысяч долларов. Это вот по курсу? По курсу 2016-го, тогда курс был, да, 330. Ну, учитывая, что здесь большая площадь, и все обставлено, в принципе... Ну, мы все подбирали, чтобы нам это прослужило долго. Там, допустим, сантехника, плитка, вот это вот все мы подбирали, самое хорошее. Хорошо. Что есть. Так, на полу здесь у нас плитка, да? Да, это плитка. А дальше уже... Это уже ламинат. Ламинат. Тут такие интересные штрафчики. Да, вот эти вот... Это как бы под обувь мы тоже где-то взяли, просто покрасили краской, которая от стены сами. А, то есть это просто, по сути, сделано своими руками, да? Не, она была готовая, просто не знаю, где-то... Не знаю, сколько стоит, тысяч три, наверное. И просто она была такого цвета под дерево, а мы ее серой краской сделали, чтобы она здесь стояла. Шкаф тоже икея? Шкаф икея. Тогда, наверное, проще будет говорить, что не икея, да? Да, что не икея. Хорошо. Здесь вот... Ну, здесь так вот обувь у нас чуть-чуть. И вот здесь вот этот для... Вещей. Да, кстати, надо убрать, потому что все зимнее. Очень нравится вот этот вот ковер. Да, он тоже икея. Якобы ручная работа. Ну, наверное, проще. Точно. Телефон? Телефончик. Вы им пользуетесь, или это больше... Нет, это для интерьера, он вообще не подключен, у нас нету домашнего телефона. А, да? И ты такой... Кстати, сейчас вообще ставят телефоны? Алло. Это телевидение. Это твой интерьер. Не знаю, мы не хотели домашний телефон, потому что, ну, надобности нету, но такой... Сейчас никто не звонит на домашний телефон, не знаю. Только за абонентскую плату платить лишние деньги. Хорошо, и сразу заходя в квартиру, направо у нас... У нас здесь туалет, общая ванна, да. Тоже очень просторная. Да. Всем привет. Вот, мне очень понравилось это решение с шкафом, да, ниша? Да, мы решили закрыть. И там штиральная машинка. Здесь вот тоже всякая там... А, то есть он, в принципе, глубокий там штиральный, да? Он очень глубокий, да. Туда все помещается, все там хорошо лежит. Плитка не все сильно здесь отделаны. Да, мы специально вот это вот оставили, потому что, ну, зачем сюда делать все, в принципе... Плотенцесушитель, это водный или электрический? Он водный. Водный. Да. Здесь у нас ванна, вот это сделали, мы как бы белое с черным. А откуда брали плитку вообще? А в конечном времени уже прошло много, но, в принципе, помнишь, где-то покупалось, примерно, цены? Я примерно не помню, но это в основном был вроде бы Альтаир, называется. Базар? Нет, это вот, типа, как торговый дом, типа, как Саламата. Ну, там больше идет, как мебель и вот плитка и так далее, и полы. Но это бы там. Ну, я точно не помню. Затрудняюсь ответить. Такая плиточка с текстурой, да? Да. Кстати, вот эти вот выемки, они удобные в уходе? Они, нет, неудобные, потому что их надо постоянно протирать, и это вообще ужасно. После каждого душа должен вот это все делать. Вообще, черная плитка, мне кажется, не очень практична, потому что на ней постоянно брызги, учитывая, что у нас вода не самая чистая, хлорированная. Вообще, по идее, мне здесь перестало нравиться, потому что, как бы, в начале, когда мы это все сделали, было ок. А потом, когда я уже начала это все мыть, и это было ужасно, потому что все остается, особенно еще на полу, здесь вот белые пятна, сразу все видно. Допустим, от воды что-нибудь, да, капелька упадет, все сделано белое. Как бы вот. Большое зеркало такое. Да, зеркало мы вырезали просто на заказ. Получается, стены, это все гипсокартоном, да, сделано? Да, это гипсокартон, сюда мы хотели спота сделать, но так и не сделали. Угу. Вот. Вот такой вот кубик, как смотри, очистил. Да. Практично, в принципе, все зло. А доступ к коммуникациям здесь? Доступ к коммуникациям здесь. Здесь. Это открывается? Оно открывается, но ее надо прямо конкретно. А, там все дверцы, или просто как бы она засовывается? Да, она как засовывается. А, понятно. Прикольно, здесь все открыто, без тумбочки. Ну, потому что все сюда уходит, да? Да, все туда. А удобно каждый раз открывать вот эту дверцу? Да, удобно уже, прибыл. Она открывается вниз? Нет. Ну, вот так вот открывается. Угу. Угу. Ну, клево. И еще хорошо то, что она не шует, не пропускает так сильно звук. А, то есть… Ты слышишь, да, то, что она как бы работает, но все равно такая… Не как будто саморазвитается. Да. И вот еще я хотел спросить, здесь за вешалкой я вижу датчик. Это что? А, да, это теплые полы. А, в ванной или везде? Только в ванной и еще в одной ванной. Угу. Но мы не пользуемся. А, может, и тепло? Не знаю, просто… Тепло и, не знаю, забываем, лень. Понятно. Так что это просто какая-то пустая трата денег. Просто сделала… Денег. Чтобы было. Идем дальше. Ну, холл, конечно, вообще отсюда даже уходить не хочется, потому что, мне кажется, здесь просто столько места, что можно здесь жить, в принципе. Потому что, я думаю, что… Не совруюсь, расскажу, что у многих вся квартира такой же квадатуры, как здесь холл. Ну, у меня братишка здесь футболу гоняет. Здорово. 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 Так. Люстра откуда? Люстра с барахолки. Обычные, не знаю, каждая, наверное, тысяч 10 вроде бы стоила. А, они одинаковые, да? Вот в этой части? Да, они одинаковые. И вот здесь. Так, покажем, как это будет отсюда. Да. Угу. И вот такой вот стеллаж. Здесь такая, да, у нас… Решили просто… У меня всякие сувениры, которые мы привозили из разных стран. Угу. Это что за корзинка? Это просто что-то или там что-то стоит? Да, это просто она что-то… Мы ее покупали для чего-то, не помню, и просто сюда поставили, и так она здесь стоит. Стены везде под покраску, да? Да. То есть обоев… Обоев вообще нет. А вот ты говорила, что здесь вы живете с родителями и с братишкой. А ремонтом кто заправлял, так сказать? Да. Подбором цветов занимались мы с мамой и интерьеры, в общем. Ну, у меня так папа работает в строительной сфере уже давно, он знает уже всякие нюансы и так далее. Более делали тоже функционально. Угу. 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 Ну, это как-то получилось, но не особо, потому что там папа тоже свои какие-то… Коррективы. Коррективы в носил. Ну, так, в принципе, нормально. А есть что-то, например, вот чего сейчас хотелось бы изменить, да? То есть, уже прошло достаточно, времени, чтобы обжить, да? Стives понять какие-то допущенные какие-то ошибки, в плане проектирования в общей площади, да? Или какие-то решения интерьеров, декоративных. Ну общей площади в принципе нет, хотя не знаю как маме, вроде бы нравится, нормально, но здесь у нас должна была стоять стена по планировке, мы ее убрали, потому что решили сделать вот здесь вот комнату, а сделали кухню-студию, и в принципе не очень функционально, когда у тебя кухня и рядом здесь зона, где ты смотришь телевизор и так далее, как бы не очень то, что ты... То есть вам это не очень удобно, да? Да, понятно. Я знаю, что многие прям хаматы таких решений, что все в одном месте было. Вначале было нормально, а сейчас как-то этот, потому что ты там хочешь полежать, здесь уже моется посуда, готовится и так далее, уже все тут не очень. То есть в принципе это не ваш случай, но зато я думаю, что когда приходят гости, это очень удобно, потому что места много, никто не теснится, нет ощущения скованности, да? Да. И кухня у вас тоже такая очень интересная, потому что по форме она не ровная, как-то вот так вот ромбиком сделана. Очень интересная. Давай, наверное, мы тоже двинемся сюда, к холодильнику. Здесь так должно было быть вот это вот? Да, мы специально это сделали, нишу для холодильника. У вас получается здесь такой остров, да, своеобразный получился? И в принципе кухня такая П-образная с крючком. Да. Угу. Это мы тоже сделали на заказ. Мебельчики это какая-то фирма или частные мастера? Это вроде бы какая-то фирма, ну точно, это знакомые посоветовали, и мы у них сделали вот кухню, потом гардеробную и вот шкаф в туалете, в ванной. Гардеробную мы покажем в следующем видео, поэтому подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделаете, чтобы не пропустить. А пока давай пройдемся по кухне, может быть покажешь какие-то места хранения, как все устроено, как все лежит. Здесь у нас печка. А, микроволновка есть? Микроволновки у нас нет, мы решили ее не делать. А, специально, да, чтобы не пользоваться? Да, и там всякие излучения и так далее. Правильно, это здоровая пища. Да, вот здесь у нас так вот, здесь всякие крупы и так далее. Вот где хранится вся гречка. Да, гречка у нас здесь. Удобна такая выкатная система? Да, удобно, хорошо. Она просто шире, я привыклюсь, что они, как правило, где-то в половину такие узкие. А, ну да. Полноценный шкаф. Да, прямо, чтобы здесь сюда все помещалось, хорошо, чтобы было. Некоторые у нас в этих баночках, некоторые так. И вот. Тут тоже шкафчик, да? Здесь у нас, да, шкафчик. Ну и здесь всякое такое. Бытовое. Бытовое. Мне очень красиво. Здесь тоже самое, всякие пакетики, аптечка. Так, потом у нас вот здесь вот бутылочница, здесь масло у нас выдвигается. Питка индукционная, да? Да. А фартук это стекло получается? Фартук это стекло. Вот здесь вот в чем прикол, когда мы начали мыть, ну мы сделали, чтобы было якобы красиво и так далее, подходили в интерьер. Ага. И когда мы уже начали готовить, начали появляться вот эти вот пятнышки, круглышки. Это от жира или от чего это? Это непонятно, или от жира, или от пары заходит как-то в стекло, короче. А стекло это как бы закаленное, да, которое вот специально? Ну да. Не стойкое. Да, но стойкое, но ничего, и как бы... Кстати, вот я хочу сказать, что на видео я смотрю, и оно как будто бы голубое, на самом деле это бирюза. Цвет такой больше бирюзовый. Да? Да. Да, видео почему-то голубым кажется. Пользуетесь вытяжкой? Да, пользуемся. Просто очень многие ставят и забывают, что она у них есть тоже, как бы надо, поэтому есть. Здесь удобно, у нас еще есть свет, вот так вот подсвечивает. Ага. И здесь разные. Угу. Шумная? Да. Покажем? На самую... Ну вот как бы обычно, как пользуемся? Ну обычно мы вот этой пользуемся. Я не знаю, это шумно? Ну, я думаю, что нет. Я потому что видел... Я просто, я даже не знаю, я даже не видела вообще, чтобы не слышала у других, поэтому мне кажется, что она шумно. Почти все дано. Да? Здесь у нас просто вот эта вот стоит лампа, ее вообще по идее надо убрать, она никак сюда не подходит. Просто мы должны были вот здесь вот сделать, провести ленту. А так она здесь вот так просто подсвечивает. Угу. Ну и здесь тоже посуда, да? Да, здесь у нас она сушится. Угу. Посудомойка есть? Посудомойка есть. Посудомойка у нас здесь. Угу. Вот здесь вот у нас такие глубокие ящики для больших кастрюль. Ой, удобно, кстати. Прямо уже казанную сюда ставится. Да. А здесь ложки вилки? А здесь у нас, да. Угу. Вот эту специальную разделительку купили. Классная большая. Тоже икея? Да. Какая-то немецкая. Не знаю. Ну, в Алмате покупали? В Алмате, да. Угу. Мусорное ведро не под раками, да? Нет. А здесь? Это фальш шкаф или нет? Нет. Вот здесь вот у нас там проводится. А, такое вот. И здесь еще один для кастрюля, он поменьше. Да, но кастрюль много не бывает. Да. Казанчик есть, самое главное. Казанчик есть, да. Самое главное. Здорово. Здесь вот у нас вот здесь правда все завалено. Вот такое. Ну, в принципе, получается, шкафов много, но все они используются, да? Да, все абсолютно. Такого, чтобы вы поставили и они пустые стоят? Нет. Потому что у нас очень много всего. Мы решили все это запихать. И барная стойка. Здесь тоже вот цвет не голубой, а бирюзовый на самом деле. Да. Ну, может быть, не бирюзовый, как это называется. Я добавлю картинку, чтобы люди понимали. Я немножко далеко нет, наверное. Барные стулья. Вы пользуетесь или стойка просто сделанная и сделана? Сделанная и сделанная. Мы думали, что мы здесь будем завтракать. Угу. Так красиво. Но? Что будет здесь. Но нет. Почему это неудобно или просто… Ну, здесь стол как бы. Легче сюда сразу сесть, чем запрыгнуть сюда и… Угу. То есть вы завтракаете обычно все вместе, да? Да. А, утра, конечно. И вот здесь вот у нас мы сделали, это здесь такое для посуды. Угу. Когда гости приходят, всякая лежит. Сервизы, да? Да. Угу. Хорошо. Постеры? Постеры – это тоже Ikea. Прям, в смысле, сами постеры тоже или только рамочки? Сами постеры и рамочки – это специально. Потом они там дают вот такие эти, как трафареты, по которым ты можешь повесить. А, разные. Раскладки, да? Да, раскладка. Ага. А Ikea вы заказывали в Амате через какие магазины? Через… Вроде бы назывался в Амарт. Ага. Они привозят из России. Угу. И мы просто одним большим заказом все им заказали. Всю-всю-всю мебель, да? Практически, да. Всю мебель сразу заказали, потому что там будет… Тогда шла скидка 10%. Угу. Сколько у вас ушло, если помнишь, на киевские заказы? Заказ? Ммм… Примерно. Ну, примерно, наверное, миллиона-полтора. Тенге? Да. Опять-таки, по курсу 2017 года. Да, да. Вот этот стул, мне он очень нравится, потому что у нас дома тоже такие были стулья, бабочки, даже до сих пор, я думаю, они там стоят. Эти стулья, да. Они единственные в нашем доме очень старые предметы интерьера, потому что, ну, не считая моих стариков, они 69-го года. Угу. Покупались на Балашином рынке… В Алма-Ате? В Алма-Ате за 1000 тенге. Угу. И просто мы… Они какие-то чешские. Угу. Очень прочные, кстати. И мы их просто покрасили заново, и все. Выглядит здорово. Мне очень нравится. И мне нравится, что у вас за столом стулья тоже, как бы, не все одинаковые. Да, вот эти вот… У нас вообще было, по идее, еще один стул, но… Другой? Нет, такой же. Зеленый, да? Зеленый – это какие-то малазийские стулья. Это не Икея? Нет. Мы покупали в Люмире. В Алма-Ате? Да. Угу. И еще один такой же стул был, но он сломался. Угу. А стол? Стол Икея. Он вот так вот раскладывается здесь еще на два деления. Угу. У них много света, да? Потому что мы, когда свет зажглись, сразу стало очень светло. Да, люстру мы, кстати, ее недавно повесили, потому что здесь была другая. Она сейчас перекочевала к братишке в комнату. Угу. И… Потому что другая та люстра, она не светила для такой огромной комнаты. Да, комната пришла. Не хватало света, и поэтому мы решили ее взять. Где брали? Я забыла, как называется торговый центр. Жибекжилы? Сифулина Жибекжилы, наверное. Да, 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 вот он. Да. И… Ммм… Это купили. Она какая-то, заводская Китай. Как стоила? Вроде бы 80, в районе 80 тысяч. Плюс мы сюда истратили где-то 10 тысяч или 9 тысяч на лампочки. Но они… Это другие лампочки. До этого здесь были такие, типа, как прозрачные, какие-то в стиле лофт, но они вообще не светили. И мы подумали, зачем мы купили эту такую люстру, которая не светит. Угу. И поменяли на обычные заря за 400 тенге. Угу. Кстати, лампочки сейчас вот эти, которые красивые, они прям дорогие. Ужасно. Да. По полторы тысячи они где-то стоили, каждая. То есть, вот я вот уже в Леруа есть хорошие выборы. Они всякие разные, можно даже просто без плафона их ставить, но, блин, цена. И они, правда, что светят так больше, как декоративное освещение. Насчёт этой люстры, она очень сильно собирает пыль, потому что вся пыль, она, короче, оседает внутри. Плафон. Да. Угу. И поэтому надо каждый плафон снимать, вот это всё упирать. То есть, не очень практично. Вообще не очень практично, потому что в последний раз я убрала только наполовину, поэтому там такие разводики остались. Угу. Диван? Диван Икея. Он раздвигается. Угу. Ему тоже уже сколько получается? Четыре года? Да, четыре года. И как за это время он себе? Нет, он практически всё, он как новенький, в принципе. Мы его протираем хорошо, и всё. Часто пользуетесь вот именно кроватным механизмом? Иногда здесь братишка остаётся, здесь ночуют, и он раздвигает. Ну вот это вот мы постелили, это бабушка сшила. Сама? Да. Здорово. И такой, мы его сделали, чтобы не протиралось. Угу. Угу. Вот этот ковёр, это ужасная тема, это моя больная тема, потому что я у тебя видео в одном смотрела, что девушка тоже жаловалась на него, ну очень марки, вообще просто всё на нём видно, и вот пятна мы только сдаём его химчистку, и вот надо сейчас все ковры сдать. Повторить, да? Да. На лето мы убираем всё, зимой, осенью мы всё убираем. То есть летом ковра нету, да? Нет. Это я успел. Да. Успел как раз. Но он добавляет сюда немножко цвета, да? Да. Яркости, но конечно в плане ухода, да, я и вот всегда в фронтуре тоже, у Кати, если не смотрели, нажмите вот сюда, ссылочка вылезает, вы можете посмотреть прекрасный обзор однушки в Москве, там мы о нём говорили тоже. Стенка, это декоративные панели? Да, гипсовые панели, они вот такие вот, такого размера, их мы садили на краю. А, они как кирпичики, да? Каждая по одиннадцати? И потом сверху лаком. Они, потому что изначально они были такие чуть глянцевые, они как матовые были. Угу. И там этот, по ним проводили и они оставляли. Угу. А покупали где? На базаре. Строительный. Какой? У нас их много в Алмазе. Конкретики? Конкретики. Нет, я не помню. Хорошо. А по деньгам это накладно было? По деньгам это стоило тысячи пятьдесят. Вся стена авто, да? Я читал, очень часто пишут, что вот такие панели, кирпичики или вот такие вот, что собирают пыль, что это пылесборник и так далее. Нет, вообще, вот нам с этой стеной очень повезло, потому что она вообще пыль не собирает. Удобно, да? Очень удобно. Или может эта сторона у нас такая, не знаю, потому что если мы пройдем, вот потом покажем ту сторону, то она очень там сразу через день, один день протираешь, через день уже там пыль. Потому что она выходит на центральную дорогу, да? На центральную дорогу, а с нее вся пыль. Угу. Еще, конечно же, хочу спросить про этот шкафчик, потому что это тумбочка. Да. Это очень неожиданное решение, я не знаю. Я не видел такого раньше, никогда. Расскажи мне историю этого предмета интерьера, как вообще он появился в вашей квартире. Когда мы планировали все, здесь ремонт шел полным ходом, и я вдохновилась фотографиями на Пинтересте, и увидела там, вот такой вот, практически такой же был, как бы, вот эта тумба, с такими кирпичами и с деревянными просто этими дощечками. И решили то же самое сделать. То есть просто заказали доску сверху, да, и кирпичи? Да, это тоже мы просто на базаре вырезали из какого-то, возможно, дерева. Это дескай. Да, это дескай. Да, дескай. Я в этой квартире думал, что это кирпичи, вообще часть предыдущих планировок, что вы просто их вытащили из стен, сюда и поставили. Нет. Вот такое вот. На этом наш обзор подошел к концу. Теперь у нас продолжение, вторая часть с обзором других комнат в этой квартире. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить выпуск нового видео. Но пока ставьте лайки под этим выпуском, комментируйте, задавайте вопросы, если они есть, мы на них обязательно ответим. Я надеюсь, что вам было интересно. Вы смогли что-нибудь новенькое для себя узнать. Спасибо за просмотр. Оставайтесь со мной на FM Live. До скорых встреч.